Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Давно мы с вами так душевно не болтали. Честно признаться, мне этого не хватало. Если вам тоже, то ставьте лайк под этим видео. Сегодня я не буду разговаривать про косметику. Сегодня я хочу рассказать вам про свои любимые вещи за июнь. Я расскажу вам про свою любимую книгу, про сериал, который меня зацепил. Покажу пару любимых треков и аромат. И еще расскажу про любимую вещь и события месяца. Так что, если вам интересно такое видео, то устраивайтесь поудобнее. И давайте скорее начнем. Начну я, пожалуй, с события месяца. Это не такое уж прям грандиозное событие, но для меня это огромный шаг. Ребят, я начала бегать. На секундочку, мне казалось, что я бегать не люблю, ненавижу. Это вообще не мое. Я, конечно, с восхищением всегда смотрела на тех, кто бегает по утрам. Я думала, ну, я когда-нибудь тоже начну бегать. Я не сказала о том, что в школе я участвовала в разных марафонах, соревнованиях. То есть я в школе бегала. И из-за этого у меня всегда были хорошие оценки по физкультуре. В институте же у меня наоборот. Любовь к спорту, к бегу почему-то куда-то пропала. Мы постоянно прогуливали физкультуру. Ну, как постоянно. Иногда, когда была возможность. Может быть, тому причину. Наша преподавательница, не знаю. Поэтому вот эту идею о том, что бегать по утрам это классно, я отложила куда-то на далекое счастливое будущее. Когда у меня будет время и желание. Но все пошло как-то не так. И в итоге я начала бегать не по утрам, а начала бегать вечером. И, ребят, это так круто. Я просто, наверное, начала бегать ради того, чтобы попробовать. Мне стало интересно, ну, почему я все время, да, что-то куда-то откладываю, откладываю свою жизнь. Но потом решила, что все, бегаю. И не утром, потому что утром я чуть-чуть в последнее время очень тяжело встаю. И еще вставать бегать для меня, наверное, это будет прям подвиг. Я начала бегать вечером. Я прихожу уставшая, довольная, нереально счастливая. Вот именно от бега я почувствовала вот эту эйфорию. И мне кажется, вся злость, вся моя вот эта энергия, что-то. Я выплеснула в этом беге и пришла домой уставшая, довольная. Если вы не бегали, обязательно попробуйте. Если вы не можете встать утром, устроите себе пробежку вечером. Это нереально круто чистит мозги. Следующее, про что я хочу вам рассказать, это мой любимый аромат. Это любимый аромат не только июня, а, наверное, всего лета и даже весны. Это аромат от Jo Malone, колокольчик Wild Blue Bell. Я не мастер, конечно, описывать ароматы, но постараюсь передать, как лично я его чувствую. И для меня это невероятно легкий, очень романтичный, нежный, цветочный аромат. И я отчетливо слышу вот эти цветочные ноты колокольчика. И, знаете, такая звенящая какая-то свежесть. Может быть, слегка нотки такой сочной зелени, но на мне он потом постепенно раскрывается и уходит в более мягкий, спокойный, такой сладковатый аромат. И я очень часто получаю комплименты, когда на мне именно этот аромат. Вот на улице жарко, я все равно пью горячий чай. Это нормально. Я, кстати, сплю под теплым, толстым одеялом даже летом, даже в жару. Напишите, спите ли вы под теплым одеялом летом. Мне кажется, это странно, но я уверена, что среди моих подписчиков есть те, кто спят под теплым одеялом летом. И вещь месяца для меня это сумка Фурла. И тут, мне кажется, много говорить не нужно. Девочки меня поймут. Я очень давно хотела себе эту сумку. Я вообще очень люблю такие маленькие сумочки. Для меня они очень удобные. В них всегда помещается все самое необходимое. Это телефон, ключи, паспорт, пару косметических продуктов. Эта сумка выполнена из тисненной кожи. У нее есть два отделения. Одно большое и маленький кармашек внутри. Я решила заказать сумку в таком универсальном цвете, чтобы она подходила под большинство моих образов. И мне посчастливилось взять ее на скидках. И если вы так же, как и я, часто покупаете в интернет-магазинах, то я хотела посоветовать вам абсолютно бесплатный сервис, который я, по-моему, совершенно случайно увидела у кого-то из девочек-блогеров в обзоре. Это сервис D-Shopper, который позволяет отслеживать цену на товары, которые вам понравились, и экономить на покупках в интернет-магазине. Работает этот сервис очень просто. Например, вам понравилась какая-то вещь, и вы добавляете ссылку на нее в этот сервис, затем ждете несколько дней, когда цена на этот товар начнет снижаться, затем дожидаетесь нужной цены и покупаете в интернет-магазине. Мне кажется, все довольно просто, причем самое удобное и самое классное в этом сервисе, что D-Shopper сам отслеживает цену на товар. То есть, как только цена на вещь начнет снижаться, D-Shopper присылает уведомление вам на электронную почту о том, что цена снизилась. Мне кажется, это мега крутой, полезный, тем более бесплатный сервис. Я уже закинула огромное количество товаров на отслеживание из разных интернет-магазинов. Это и купальники из Oish, вещи и обувь в Saces. Теперь просто остается дождаться первой волны распродаж, скидок или просто снижение цены на выбранные мной товары. И я уже позже расскажу вам, какие вещи я купила и сколько мне удалось сэкономить на их покупки. Ссылка на этот сервис будет в описании к этому видео. Едем дальше. Сериал. Тут все сложно. Ребят, мне правда кажется, что я уже подсела на эту манеру построения сюжетной линии Шонды Раймс. Я вам уже рассказывала, как минимум, про два классных сериала от режиссера Шонды Раймс. Это анатомия страсти и как избежать наказания за убийство. Нереально крутые сериалы. Если вы их еще не смотрели, смотрите сначала их. Они вот просто невероятно крутые. Так вот, этот сериал снят прямо в репертуаре Шонды. Очень непредсказуемый сюжет. Он такой же захватывающий, напряженный. Я правда не знаю, почему первый сезон получился таким слабым и неинтересным. Я просто чудом его досмотрела, но мне казалось, что ну не может быть все так просто. То есть Шонда так не снимает. И в итоге где-то со второго или с третьего сезона там начинается просто какой-то трэш. В целом, суть сериала заключается в ежедневной работе агентства Оливию Попп, главной героини, которая решает проблемы богатых клиентов и необычные проблемы. Также там рассказывается про сотрудников Белого дома, президента США. Очень интересные любовные линии, дружба героев. В этом сериале есть и политика, и убийства, и тайны, и секреты, и неожиданные повороты сюжета. В общем, я от него в полном восторге. Я сейчас на шестом сезоне, их всего семь. И я очень надеюсь, что будет еще продолжение. Поэтому, если вы уже смотрели Анатомию страсти, и как избежать наказания за убийство, и вам понравились эти сериалы, то тогда сериал Скандал вам точно должен понравиться. Любимая книга месяца, это Михаил Лобковский «Хочу и буду». Очень много слышала про эту книгу, тоже давно хотела ее прочитать. И, знаете, она полностью оправдала мои ожидания. Я ее очень быстро прочитала. Читается она, вот, что правда, прямо на одном дыхании. И это прям как поход к психотерапевту. Почему лично я начала читать эту книгу? Просто так получилось, что я в свою жизнь неосознанно, а может быть и осознанно, это вы уже прочитаете и узнаете, притягиваю в свою жизнь события, повторяющиеся ситуации. И, видимо, не извлекаю уроки или не извлекаю до конца. Это касается отношений. И здесь также описывается, почему нам нравится определенный тип мужчин. В общем, над многим заставляет задуматься эта книга. Мне кажется, она будет интересна и полезна абсолютно всем. То есть здесь освещаются абсолютно различные темы. Книжка, конечно, до конца не распутывает вот этот клубок проблем. Из-за чего? То есть это нужно либо дойти самому, либо читать еще больше информации на эту тему. То, по крайней мере, начинаешь уже понимать причину, откуда это идет. Последнее, что мне осталось вам показать, это классные треки этого месяца. Тут, я уверена, сейчас будет очень сложно, потому что треки я еще не выбрала. У меня есть определенный плейлист, который, знаете, я слушаю, 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 прям до дыры, заслушаю песню. Потом она у меня уходит куда-то на второй план и появляются новые. Так вот, сейчас я выберу из своего плейлиста, наверное, два или три трека, которые прямо меня очень-очень зацепили. Притом, знаете, у меня плейлист разбит на абсолютно разные песни, абсолютно разные жанры, начиная от вот такого. Вот она мне прямо напоминает по этому мотивчику сериал «Скандал». Окей, едем дальше. Сложно. Это очень сложно. Следующий, наверное, будет больше, наверное, такой релакс. У меня много таких аудиозаписей ВКонтакте. У меня, кстати, они открыты, и я очень часто что-то выкладываю на стену. Треки, которые мне нравятся, так что, если вам интересно, то заглядывайте ко мне в ВКонтакт. Я тоже ссылочку оставлю в описании к этому видео. Там очень много треков. Их, правда, все сюда не поместить, и все зависит от моего настроения. Спасибо большое за просмотр, мои хорошие. Искренне надеюсь, что вам понравился такой формат видео. И если это видео наберет больше тысячи пальчиков вверх, то я буду продолжать выпускать такие видео регулярно, каждый месяц. Спасибо большое за просмотр. Всех целую, обнимаю, и увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok